Канал Ретремонт. Часто попадаются вот такие литий-ионные аккумуляторы типа 18650 и подобные. И надо узнать емкость этого аккумулятора. Потому что даже бывает, ну если бэушный, то понятно, по-любому надо узнавать. Потому что может быть и половину потерянный, и полностью аккумулятор нерабочий. А новые, особенно китайские, хотя есть и маркировка, и подпись тоже надо проверять по емкости. Потому что китайцы пишут одно, а в самом деле это может быть другое. И вот я применяю для проверки емкости вот такой приборчик типа AIMAX. Я его давно купил, даже два штуки есть у меня разные. Один и более современный, это старенький. И чтобы проверить емкость и отбраковать аккумулятор, вот этого прибора хватает. Цена его в среднем 15 долларов. К нему надо, они идут с блоком питания или без. Ну я применяю самодельные блоки, вот такого плана для зарядки. Как я его делал на канале есть, показано. Видео сделал. Вот такую колодочку я купил в Китае. Они есть на один аккумулятор, на два, на три. Здесь на два, но я припаял провод, чтобы проверять на один. Или два последовательно можно. Ну это для заряда лучше. А емкость, конечно, надо каждый аккумулятор отдельно проверять. Поставлю аккумулятор, сейчас надо его зарядить, а потом с помощью вот этого прибора разрядить и посмотрим емкость. Есть, конечно, специализированные приборы, можно и сопротивление проверить, и емкость. Ну, они, особенно те, что проверяют внутреннее сопротивление, дорогие относительно. А для зарядки и разрядки, кроме iMax, сейчас сделали много разных и дешевых, и дорогих приборчиков. Вот такие зарядные. Так, поставил. Сейчас надо подключить iMax к блоку питания. Здесь два минус плюс. Вот так они сюда ставятся. Колодки подписаны. А вот эта колодочка на питание. Видно, наверное, напряжение. Можно выбрать от 11 вольт, по-моему, до 16. То есть блок питания подойдет стабилизированный, мощный, любой. Практически от 11 до 16 вольт. Тоже два вывода плюс-минус. Эти включаем мы на блок питания. Вот я сейчас подключу. Выставлю вольт 12. А эти на аккумулятор. Два вывода. Прибор хороший тем, что, в принципе, я говорю, цена около 15 долларов. Но можно зарядить любые аккумуляторы. Так, включил блок питания. Выставляю там 12. Пускай будет вольт. Можно и меньше. Вот так, около 12. И теперь надо плюс на плюс подключить. Минус на минус. Понятно, можно купить, конечно, и специализированные блоки. Другого типа. Но мне хватает вот этого. Так, теперь главное ничего не коротнуть. Плюс на плюс. А минус на минус. Вот приборчик включился. Переключил на литий-ион. Здесь будет заряжать током 0,4 А. Потому что аккумулятор старенький. Есть. Теперь выставить одну батарейку. Вот 3,6 В. Есть. Заряд. И подключить батарею к аккумулятору. Пускай заряжает. Так, на всякий случай ещё раз проверяю, где плюс, где минус. Вот это минус, по идее. А вот это плюс. И можно будет заряжать. Да, всё правильно. Теперь подключаю к прибору. Плюс вот этот. Минус вот этот. И включаю зарядку. Зарядка пошла. Ждём. Зарядил аккумулятор. Теперь ставлю на разрядку. Переключаю. Буду разряжать приблизительно током 0,5 А. Можно 0,4 А. И потом посмотрим ёмкость. Когда аккумулятор пройдёт разряд до 3 В. 3 В. Наверное, видно. Один аккумулятор. 3 В. Разрядным током 0,5. Ну вот, аккумулятор полностью разрядился. Я уменьшал разрядный ток до 0,2. Это время. Это реальная ёмкость. Здесь был аккумулятор около 2000 с чем-то. Осталось 0,5. То есть аккумулятор фактически на выброс. Вот таким простым методом можно узнать реальную ёмкость аккумулятора. Что нового, что старого. На этом всё. До новых видео. Редактор субтитров А.